Пилотными площадками для запуска электронных паспортов могут стать три региона. Посмотрим, что это за регионы. Будущее уже наступило. Талисманом чемпионата мира по волейболу 2022 стал Тигр. Россияне поделились самыми заветными мечтами, и мы сегодня о них узнаем. Вы на канале Свежак, с вами, как всегда, Чернокнижные, самые позитивные новости России и мира. Не забудь поставить лайк, подписаться, треснуть в колокол, чтобы не пропускать новые выпуски. Понеслась! Как сообщает ТАСС, глава Минцифры Максим Шадаев в рамках марафона «Новое знание» уточнил, что с графиком запуска цифрового паспорта должны определиться до конца 2021 года. Москва, Подмосковье, Татарстан в 2022 году могут стать пилотными площадками по вводу электронных паспортов. Мы должны определить строки замены бумажного паспорта на смарт-карту и на мобильный цифровой ID, который можно будет показывать на смартфоне. Это только добровольная история. Кто готов будет, кто захочет, тот сможет выбрать новый формат, сказал Шадаев. В 2019 году был представлен прототип электронного паспорта – пластиковые карточки с чипом. Изначально ожидалось, что они могут появиться в России уже в первом полугодии 2020 года. Но пандемия не только затормозила работу над проектом. Предполагается, что процесс внедрения будет постепенным. По всей России граждане смогут получать их не позднее 1 июля 2023 года. Как по мне, это классная идея. Я в ней ничего дьявольского не вижу. Мы же пользуемся пластиковыми картами для оплаты. А тут будет пластиковая карта с чипом, в котором вся информация и не нужно носить с собой кипу документов. Класс! Ну, с электронными паспортами все понятно. Давайте посмотрим, что у нас нового в спортивной индустрии. Значит, болельщики выбрали «Тигра» официальным талисманом чемпионата мира по волейболу, правильно, который пройдет в России в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации волейбола. Выбор талисмана домашнего чемпионата мира по волейболу 2022 стал отправной точкой в череде. Знакомых мероприятий турнира. От рада осознавать, что голосование вызвало такой большой отклик. Болельщики с интересом оставляли свой голос за полюбившегося персонажа, а также придумывали ему имя. В общей сложности в голосовании приняли участие более 100-6 тысяч человек. Я очень рад, что в непростой борьбе, но с серьезным преимуществом 45,9% победил «Тигра». Он станет олицетворением смелости, решимости, спортивного азарта. Я уверен, такой яркий и харизматичный персонаж принесет много положительных эмоций, а также даст правильный заряд командам и болельщикам на трибуне, сказал президент ВФВ Станислав Шевченко. 16 августа по 3 сентября все желающие могли проголосовать на одном из трех кандидатов – «Медведя», «Робота» или «Тигра». Также при голосовании можно было предложить имя понравившегося талисману и получить возможность выиграть приз. Основная борьба развернулась между поклонниками «Медведя» и «Тигра». Последний одержал победу с результатом 45,9% проголосовавших. За мишку отдали голос 41,9%. Чемпионат мира с участием 24 сборных пройдет в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Ждем с нетерпением. Ну а если тебе интересен не только волейбол, но и футбол, и спорт в целом, у меня есть атмосферное и уютное место для тебя, где с друзьями можно провести весело время, познакомиться с новыми людьми и, в общем, круто отвлечься от рутины и каждодневной суеты. Это место как раз находится у нас в городе Видное, называется Бар Спальник. Место для своих 19 лучших сортов, пиво на кранах, кикер, настольные игры и, конечно же, спортивные трансляции. Сейчас появится Инстаграм, залетай, подписывайся, бронируй стол и наслаждайся каждым моментом, ведь они бесценны. Заветные мечты многих россиян связаны с, правильно, крепким здоровьем для себя и близких, и домашним уютом. Следуют из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. Специалисты центра предложили россиянам ответить на открытый вопрос, подразумевающий всего один вариант ответа о своей заветной мечте. Чаще всего россияне заявили о том, что мечтают о крепком здоровье для себя и своих близких, 10%. Также респонденты мечтают о квартире, доме и улучшении жилищных условий, 8%. В путешествиях 4%, переезде, в том числе из страны, 3%. Мире во всем мире 3%, долголетие 2%, встреча любимого человека 2%. При этом 12% опрошенных признались, что у них нет мечты, а 13% респондентов затруднились ответить. В том, что исполнение мечты зависит от собственных усилий, уверены 49% опрошенных россиян. Примечательно, что за последние 2 года россияне стали больше верить в собственные силы. Молодцы. В 2019 году такого мнения придерживались 45% опрошенных. О том, что мечты исполняются благодаря удачному стечению обстоятельств или помощи со стороны других людей, заявили 37% респондентов. 37% респондентов продолжают верить в русский авось, что ли, не помню, ладно. А 14% затруднились ответить на этот вопрос. Хочешь быть в курсе новых законов и интересных новостей? Не забудь поставить лайк, подписаться, треснуть колокол, чтобы не пропускать новые выпуски. До новых встреч.